Настольные игры Начнем, пожалуй, с самой что ни на есть классики. Колонизаторы или просто Катан. Игра, выпущенная 25 лет назад, в которой никогда не теряют интерес настольщики. Эта игра погружает вас в мир поселенцев острова Катан, на котором вам предстоит ощутить на себе настоящую жизнь колонизатора, добывать ресурсы, строить поселки, города и дороги, защищаться от разбойников и торговаться с соседями. В набор Катан, юбилейные издания, входят и базовая версия игры, и дополнение мореходы, в котором вы сможете почувствовать себя настоящим мореплавателем. А на десерт отправятся в доселе неизведанные края, в новых сценариях Перенейский полуостров и Гавайские острова. Все мы когда-то хотели почувствовать себя суперагентами. И сейчас то самое время. Вас отправили на конференцию Спайкон, чтобы получить секретную информацию от своего агента. Но вот незадача. Все суперагенты в маскарадных костюмах, и вы не знаете, кто ваш друг, а кто враг. Спайкон — это разговорная настольная игра, рассчитанная на противоборство двух команд суперагентов. Игроки по очереди становятся шпионами, и каждый пытается объяснить своей команде, в какой именно костюм он облачен. Это нужно делать таким образом, чтобы команда соперников ни о чем не догадалась. Для успешного выполнения миссии агенты пользуются тайными словами-ключами, а также проявляют свои таланты шпиона — смекалку, фантазию и артистичность. В «Паранормальном детективе» вас ждет роль призрака невинной жертвы, убийство которой не раскрыто. Обезумев от горя и ненависти, вы замечаете, как над вашим телом на месте преступления уже столпились детективы. Вы обязательно должны им помочь и подтолкнуть их на верный путь, чтобы найти виновного в злодеянии. «Паранормальный детектив» — необычная игра, в которой один из игроков станет призраком, а все остальные будут детективами, которым предстоит разгадать, кто, как, где, почему и чем лишил бедолагу жизни. Призраку можно будет задать вопрос, но отвечать он будет своеобразно. Призрак же все-таки. Так что доставайте спиритические доски, расследование начинается. Получив письмо от чудовища, вы собираетесь на бал маскарад. Когда двери замка раскрылись, и оттуда палился теплый свет тысячи зажженных свечей, чудовище радостно хлопает в ладоши. Последний гость здесь, и теперь можно начать праздничную игру. «Маскарад сказок» — игра на блеф, где вам предстоит стать одним из персонажей классических сказок, приглашенных на бал маскарад. В каждом раунде вы должны будете раскрыть, кто прячется под масками, и при этом не подавать виду, кем являетесь вы. В этом помогут карточки предметов, постоянно появляющиеся у игроков. Предметы проклятия позволяют исключить неправильный выбор, или даже раскрывать чужих персонажей. А предметы-талисманы могут принести дополнительные очки. Засучите рукава вашего плаща, подготовьте волшебную палочку, натрите ее вазелином, чтобы ярче блестело и лучше в хол... Кхм-кхм. В общем, вы отправляетесь на ежегодное состязание Крутогедона. Где-то вы уже видели все эти тухлые морды. Возможно, на горе череп ламени, а может и в грибучем болоте. Забудьте про это. Тут вас тоже ждут отвязные боевые схватки, но уже в колодостроительном стиле. Крутогедон — это полностью самостоятельная игра во вселенной эпичных схваток боевых магов, в которой вам нужно будет собрать самую мощную колоду из тварей, волшебников, заклинаний, сокровищ и прочей всячины, чтобы набрать побольше победных очков. А заодно пустить конкурентов на кровавый магический фарш, ведь они это заслужили. Отправив неизведанные дали рыцарей, ее величество дало указ поспешить сделать карту этих новых земель. И дала она его вам, ведь вы теперь картографы. Картографы — семейная настольная игра, в которой можно отправиться на встречу приключениям любому количеству игроков. За игровой год предстоит изучать и зарисовывать новые земли в специальные картографические планшеты, получать за это монеты из казны и почетные звезды. И обязательно рассчитать все так, чтобы в центре ваших новых владений не было бродячих монстров или бесплодных пустошей. На вас котелок, строгий костюм, а во внутреннем кармане кошелек, набитый купюрами. Вы — промышленный магнат, который пришел на аукцион скупать предприятия, с помощью которых в будущем можно будет добывать и перерабатывать ресурсы. Индустрия — экономическая настольная игра, в основе которой лежит механика аукциона. Каждый ход игрокам нужно участвовать в торгах и делать ставки. Победитель аукциона получает предприятие, а все остальные — компенсацию. Со временем промышленные здания игроков позволяют производить, перерабатывать и продавать ресурсы. Рассчитав каждую мелочь, можно получить статус самого богатого промышленника. Охотнику бывает нелегко в чаще леса, но еще сложнее ему — в волшебном лесу. Дракон — ценный трофей, который можно здесь добыть. Но вот удастся ли это вам? Драконий лес — семейная настольная игра для компаний от двух до четырех игроков, которая предлагает запастись отвагой и смелостью и отправиться навстречу опасным приключениям. Сражайтесь с магическими обитателями леса, выбирая подходящие тактики борьбы. Подстраивайтесь под погодные условия и другие лесные сюрпризы и попытайтесь набрать как можно больше победных очков. Поездка в Лондон должна была стать удивительным путешествием. Но чтобы настолько, вам предстоит раскрыть дело, которое было начато еще тем самым Шерлоком Холмсом. Вот только время уже поджимает, поэтому соображать нужно быстро. Нераскрытое дело Шерлока Холмса основано на механиках детективных игр, в которых игроки сообща решают разные виды задач и головоломок, чтобы перейти на следующий уровень. Это смесь цифровой игры и детективного сюжета с реальными объектами, свидетельствами и другими уликами. Специальное приложение выдает игрокам инструкции, убирает лишнюю рутину и принимает их ответы на игровые вопросы. Кто же не слышал про Манчкина? Пародийный беспредел, в котором нужно мочить монстров, хапать сокровища и подставлять друзей. Вас погружают в атмосферу забавных рисованных Манчкинов, которые готовы на все ради достижения заветного 10 уровня. Манчкин Подземелье — это самостоятельная настольная игра, действие которой происходит во вселенной игры Манчкин. Основные отличия — игровое поле, изменившиеся механика брождения по Подземелью и детализированные фигурки. Фигурки, кстати, отличный способ развлечься в выходные. Их можно покрасить, и тогда они станут расправляться с монстрами еще круче. Вот такие игры для тех, кто только знакомится с хобби или еще даже не подозревает, что ты собираешься открыть ему этот удивительный мир на столах. И помни, для большинства игр уже есть подробные обзоры на канале. Ссылки внизу в описании. На этом все. Это был Семен Пыхтеев и BoardGames Video. Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайки и делись праздничным настроением с друзьями и близкими. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok